Видео уроки фотошопа Здравствуйте уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев Потихонечку у нас заканчиваются новогодние праздники И я надеюсь все уже поднабрались сил и готовы приступить к изучению чего-нибудь новенького и интересненького И как раз сегодня специально для вас я подготовил новый видео урок В котором мы займемся созданием очень и очень интересной композиции Как вы знаете сегодня у нас 7 января, то есть Рождество И как раз композиция наша будет посвящена этой тематике В этом видео уроке мы с вами разберем огромное количество различных приемов и методик для обработки фотографии Поэтому я решил разбить урок на две части В первой части мы с вами займемся обработкой фона Я покажу вам приемы, которые помогут превратить обычный снимок в зимний Как видите мы с вами будем работать вот с этой фотографией И сделаем из нее зимний пейзаж Это первая часть нашего урока Вторая часть вы ее получите чуть позже Чтобы материал первого урока у вас немножечко уложился И вы были готовы уже переходить далее Во второй части мы с вами будем заниматься обработкой персонажа Которого мы вставим в нашу композицию Поработаем со светом, со свещением И также добавим различные погодные эффекты Такие как снег и различная стилизация Ну что ж, давайте начнем с первой части То есть с работы над вот этим вот снимочком Давайте сразу покажу фотографии, которые мы будем использовать при обработке Итак, вот она наша улица, которая у меня сейчас открыта Вторая фотография это снег Тут у меня три текстурки снега, как видите Далее идет небо Мы заменим стандартное небо на этом снимке Вот этой фотографии Дорога Также нам она понадобится, чтобы стилизовать наш снимок подзимний И текстура снега То есть замерзшая текстура Также она нам сегодня понадобится Чуть позже мы с вами будем использовать Вот этого вот молодого человека, которого мы поместим в нашу композицию И последняя фотография это блик Он нам понадобится для того, чтобы проработать вот эту вот вывеску Итак, первое, с чего нам с вами необходимо начать Это избавиться от основного неба на нашем снимке Как видите, оно у нас в принципе полностью белого цвета Поэтому можно использовать инструменты быстрое выделение Либо же инструмент волшебная палочка Итак, давайте возьмем, к примеру, инструмент волшебная палочка Допуск у меня здесь стоит 32 пикселя И щелкаем просто по белому участку на нашей фотографии Так, смотрим, нет ли у нас здесь каких-то областей Которые необходимо подредактировать Вот здесь у меня немножечко крыша попала в выделение Это необходимо исправить Поэтому выбираем инструмент быстрое выделение И при помощи вычитания здесь данный участок корректируем Вот таким вот образом Теперь посмотрим во весь экран И переходим в пункт выделения Нажимаем здесь инверсию Чтобы выделенным у нас с вами оказался участок кроме неба И теперь переходим в выделение Уточнить край Посмотрим, все ли у нас там в порядке Можно чуть-чуть сместить край Примерно до минус 30 Потому что здесь у нас есть кое-где нежелательные элементы У нас, как видите, здесь есть синие полосы Нам необходимо от них избавиться Уменьшаем еще край Так, можно добавить небольшую растушевку Так, один пиксель это чересчур Ну, примерно 0,7 я думаю И еще можно немножечко сместить край Чтобы не было заметно этих синих границ Вот примерно таким образом оставляем Выбираем здесь вывод на слой маску Щелкаем здесь И нажимаем клавишу ОК Так, вот таким образом мы получаем фотографию На которой небо у нас с вами стало прозрачным Теперь необходимо в нашу композицию добавить Собственно новую текстуру Которую мы с вами будем использовать для неба Просто перетаскиваем в нашу композицию И настраиваем размер Зажимаем клавишу Shift Чтобы не деформировать пропорции И примерно вот таким вот образом ее растягиваем Нажимаем клавишу Enter Помещаем данный слой вниз, вот сюда И чуть-чуть перетащим при помощи инструмента перемещения Данный участок вверх Примерно вот так Отлично Следующим шагом давайте немножечко настроим цветовой контраст Чтобы у нас две этих фотографии более-менее совпадали по цветовому тону Для этого воспользуемся корректирующим слоем цветовой тон насыщенность Понижаем насыщенность этих двух слоев до минус 30% И таким образом мы с вами в дальнейшем сможем тонировать нашу фотографию Уже гораздо удобнее То есть у нас оттенки не будут смешиваться И мы получим тот цвет, который нам с вами необходим Следующим шагом мы с вами заменим стандартную дорогу Которая у нас присутствует на нашем снимке Дорогой вот с этой вот фотографией Давайте ее откроем, помещаем ее вот сюда Копируем Ctrl-A, Ctrl-C ее И вставляем на самый верх Ctrl-V Перетаскиваем ее вот сюда Чуть-чуть уменьшим прозрачность, чтобы нам было лучше видно Как нам ее наложить на наш снимок Чтобы все было у нас естественно И при помощи свободного трансформирования Ctrl-T мы уменьшаем размер Чтобы он совпадал Такс Смотрим Как у нас все это дело будет смотреться Растягиваем еще Вот примерно так Более-менее перспектива у нас здесь совпадает Нажимаем клавишу Enter И теперь прозрачность увеличиваем И добавляем к данному слою маску Щелкаем сюда Заливаем эту маску полностью черным цветом Нажимаем Alt-Del Как видите у нас фотография полностью исчезла И теперь мы будем накладывать маски Только в тех областях, в которых нам это необходимо Выбираем кисть Обязательно она должна быть у вас мягкой Такс И прозрачность примерно 30% Начинаем аккуратно белой кистью по маске Открывать нашу новую дорогу здесь Вот таким вот образом Проходимся здесь, здесь Как видите На дороге у нас с вами появляется снег Как раз то, что нам с вами и необходимо Такс Здесь также Проработаем только уже при помощи более Меньшего диаметра Так же Задний план Там вот все Вот таким вот Образом Смотрим на результат, который получается до и после Как видите Здесь вот можно немножечко стереть ненужный эффект Вот теперь смотрится вполне неплохо Как видите до и после Теперь давайте немножко подрегулируем контраст нашего изображения Для этого создадим корректирующий слой уровня И немножечко перетащим ползунки черного и белого оттенков к центру Такс Перетаскиваем Левый ползунок где-нибудь до значения 7 А правый ползунок перетаскиваем где-нибудь до значения примерно 230 или 235 Вот так Вот таким вот образом оставляем Закрываем данный корректирующий слой И сделаем весь наш снимок немножечко посветлее Для этого создаем корректирующий слой кривые Выгибаем кривую немножко вверх Вот таким образом Так Закрываем данный корректирующий слой И также я хочу немножечко уменьшить прозрачность Слоя с дорогой Чтобы он смотрелся чуть-чуть поестественнее Ну примерно до значения 75 Вот таким вот образом Так смотрится получше Следующим шагом давайте откроем текстурку под названием Frozen Так и поместим ее в нашу композицию Вот сюда Ее мы будем накладывать на дома Чтобы придать им зимний вид Как будто бы они у нас заметены снегом Давайте щелкнем правой клавишей по этой текстуре И выберем пункт искажения Нам необходимо Сопоставить текстуру нашу С перспективой на домах Давайте это сделаем Так Ну Текстура должна совпадать не особо точно конечно Примерно Но все-таки Примерно вот таким вот образом Мы это делаем Так Немножечко уменьшим Размер нашей композиции И вот этот верхний угол Растянем Вот таким вот образом вверх Так И Здесь тоже Немножко Вот примерно так Можно даже еще чуть-чуть сюда Так Нажимаем клавишу Enter Режим наложения данного слоя Ставим на экран И так же Заливаем данный слой черной маской Нажимаем Alt Del Маску мы будем открывать Как вы уже наверное догадались Только в тех областях Которые нам нужны Точно так же Как мы делали это С дорогой Итак Выбираем Мягкую белую кисть И начинаем аккуратно здесь Делать мазочки Чтобы В нужных областях У нас Наша текстурка проявилась Так На окнах Немножко делаем Таким вот образом Так же Немножечко здесь Окна там На заднем плане И немножко здесь Эти участки Так же Чтобы все это У нас смотрелось Более естественно Нам необходимо Уменьшить прозрачность Примерно до значения 60 Вот так вот Примерно так И так же Давайте еще раз Скопируем данную текстуру Поместим ее уже На второе здание Развернем Вот таким вот образом И расположим ее Вот здесь Так Нажимаем клавишу Enter Так же режим наложения Ставим экран И заливаем Черным Цветом Маску Так Начинаем Так же рисовать Узор Здесь можно взять Побольше Вот таким образом Смотрим до и после Так же уменьшаем Прозрачность Здесь можно поставить 70% Немножечко Сотрем Эффект С окна И вот здесь Вот таким образом Можно оставить Двигаемся дальше Следующим шагом Я хочу добавить На задний план Небольшую дымку Для этого будем Использовать Просто Новый слой И сделаем Обычный мазок Белой кистью По заднему плану Увеличиваем Размер кисти Сделать это быстро Можно При помощи Квадратных скобок На клавиатуре И делаем Вот здесь Вот Такой мазок Можно даже Сделать Два раза Потому что У меня прозрачность Стоит в данном случае 30% Так Сможно даже Еще немножко Пока не получит Примерно такой результат Также добавим Сюда слой маску И сотрем Ненужный эффект Вот С левого здания Аккуратненько Это сделаем Лучше это Также делать Большой кистью Чтобы Изменения были У нас Более плавными Так И немножко здесь Вот так вот Можно оставить Таким образом Мы получаем Дымку Только На заднем плане Как видите До И после Здесь вот тоже Немножко сотрем Вот таким вот образом Далее Создаем Новый Пустой слой И теперь Мы переходим К очень и очень Интересному шагу В нашей работе Мы с вами будем Добавлять На крыши И подоконники Снег Чтобы Придать нашей фотографии Зимний вид Сделаем это Очень просто Возьмем Обычную Кисть Края у нее Будут Жесткими Где-нибудь На 60% Размер Возьмем Небольшой Примерно 20 пикселей И прозрачность Возьмем 100% Увеличиваем Размер Чтобы было удобно Нам с вами работать Кисть Можно еще чуть Уменьшить И начинаем Вот таким Вот образом Просто здесь Рисовать Сугробы На домах Вот таким Вот образом Стараемся Сделать это Как можно Более Естественно Чтобы у нас Они Кое-где Свисали С крыши Да Примерно Так Можно Теперь Переходим Сюда Так Рисуем Теперь Сугробы Здесь Также Здесь Вот таким Образом Переходим Теперь На Эту Часть Рисуем Здесь Можно Здесь Побольше Нарисовать И Также Вот На этом Вот Стоке Мы Также Рисуем Свисающий Снег Снег Спускаемся Теперь Ниже И Начинаем Рисовать Снег На Окнах Так Вот Здесь Вот Выбираем Маленький Диаметр Для кисти И Также Рисуем Снег Так Теперь Переходим Дальше Здесь Так Также На этом Козырьке Нарисуем Не Залазите Здесь На Вывеску Иначе Изображение Будет Смотреться Неестественно Поэтому Здесь Предельно Аккуратно Все Делаем Вот Примерно Так Теперь Переходим На Следующий Козырек Вот Сюда И Также Рисуем Здесь Также Можно Нарисовать Немножко Снега На Фонаре Снега Смотрелось Естественно И Вот Здесь Так Также Немножечко Здесь Примерно Давайте Посмотрим На То Что У нас Получилось Также Давайте Еще Покроем Снегом Вот Эти Подоконники Немножко Немножко Вот Так Вот Чуть Чуть В меньшем Размер И Вот Здесь Вот Еще Нарисуем Снегом Также Немножко Снега На Фонаре Вот Таким Вот Образом Можно Также Еще Чуть Добавить Мазочку Здесь По Желанию В Принципе Давайте Немножечко Это Подотрю Вот Таким Образом Также Можно Еще Чуть Стереть Вот Здесь С Этого Фонаря Вот Примерно Так Оставить И Также Необходимо Добавить Снег На Вывеску Которая У нас Вот Здесь Также Берем Кисть Чуть Чуть Побольше Размер И Начинаем Добавлять Здесь Снег Ну Вот Примерно Таким Образом Уменьшаем Размер И Докрашиваем Там Примерно Вот Таким Образом Так Ну И Здесь Чуть Все Теперь нам С вами Необходимо Сделать Наш Снег Более Реалистичным Для этого Мы будем Использовать Параметры Наложения Переходим В настройки Слоя Щелкаем Правой Клавишей По Нашему Снегу И Переходим Здесь Параметры Наложения Нас Интересует Здесь В первую очередь Глянец Он Позволит Нам Сделать Снег Более Объемным Переходим В настройки Данного Инструмента Режим Наложения Для него Поставим На Темнее Прозрачность Слоя Поставим Где-нибудь 17% И Смещение И Размер Надо Регулировать По Нашей Фотографии То есть Смотрим На Результат И Когда Результат Нас Устраивает Мы Оставляем Так Попробуем Поставить К примеру 25 или 24 Смещения Пикселя И Размер Чуть-чуть Увеличим Так Ну Примерно Давайте Поставим Ну 27 В принципе Снег Смотрится Довольно Объемно Можно Правда Чуть Уменьшить Прозрачность Примерно До 15 Да Вот Так Вот Гораздо Лучше И Также Давайте Добавим Небольшую Тень Чтобы Снег У нас Также Смотрелся Неплоским В тени Мы Понижаем Прозрачность До 15 Или 20 Процентов Вот Примерно Так Ну И Остальные Настройки Можно В принципе Не трогать Они Они Я Думаю Вполне Подойдут То есть Смещение 5 И Размер 5 Угол Оставляем Стандартным 138 Градусов Нажимаем Клавишу ОК И вот Таким Вот Образом Мы С вами Добавили Реалистичный Снег На Нашу Композицию Далее Мы С вами Будем Работать С Вывеской Сделаем Ее Более Заметной И Настроим Освещение Которое Будет Падать От Нее Перед Тем Как Мы Это Сделаем Давайте Поместим Все Слои Которые У нас Относятся К Снегу А Также Текстуры Снега Которые У нас На Домах В Отдельную Группу Выбираем Их Все Вот Эти Четыре Текстурки У нас Так Нажимаем Комбинацию Ctrl G И Помещаем Их В Группу Вот Таким Обратим Ну и Теперь Создаем На самом Верху Новый Пустой Слой И Выбираем Инструмент Кисть Обязательно Возьмем Мягкую Кисть Размер Возьмем Примерно Вот Такой Вот Чтобы Он Был Чуть Больше Лампочек Которые У нас Здесь На Вывеске У меня В данном Случае Это 60 Пикселей И Давайте Выберем Первый Цвет Который Мы Будем Использовать Для Усиления Освещения Первый Цвет Мы Возьмем Коричневый Я думаю Вот Такой Вот В данном Случа У меня Код Это 662 C01 Нажимаем Клавишу ОК И Нарисуем Вот Таким Вот Образом Здесь Мазочек Так Режим наложения Ставим Экран В данном Случае И как видите У нас Свет В данном Участке Стал Более Ярким Далее Дублируем Данный Слой Нажимаем Ctrl J Дальше На этот Раз Меняем Режим Наложения На Осветление Основы Чтобы Сделать Свет Еще Более Ярким Ставим Осветление Основа И как видите Лампочки Стали Еще Более Яркими Теперь Создаем Еще Один Новый Слой На этот Раз Возьмем Цвет Для Кисточки Ближе К оранжевому Я думаю Ну вот Такой Вот В данном Случае Это D 066 2D Нажимаем Клавишу ОК И размер Для Кисти Увеличиваем Чтобы Он Был Чуть Больше Нашей Вывески Вот Примерно Так Делаем Мазок Чтобы Центр Кисточки Находился В том Месте Где У нас Горят Лампочки И делаем Мазочек Здесь Раз Вот Таким Вот Образом Режим Наложения Ставим Мягкий Свет Таким Вот Образом И Добавляем Еще один Новый Слой Теперь Возьмем Цвет Чуть Чуть Потемнее Примерно Так В данном Случа У меня Это 642 502 Код Данного Цвета И Делаем Еще один Мазок Также По Этому Месту Вот Таким Образом Режим Наложения Этого Верхнего Слоя Ставим На Линейный Осветлитель Добавить Как видите Получаем Вот Такое Реалистичное Яркое Освещение От Для 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 У меня Подготовлена Специальная Текстура Вот Она Открываем Текстуру Под Названием Flare Перетаскиваем Ее В Нашу Композицию Сразу Режим Наложения Поставим На Экран Для Нее Чтобы Было Заметно Как Она У нас Будет Смотреться Так Немножечко Можно Уменьшить Ее Так Давайте На Черный Участок Нашей Композиции Ее Вот Так У нас Будет Выглядеть И Помещаем Ее На Наши Лампочки Здесь Раз Также Чтобы Она У нас Выглядела Естественно Давайте Добавим Слой Маску И Зальем Ее Градиентом Выбираем Радиальный Градиент Из Центра Заливаем Вот Таким Вот Образом Ее Краям От Белого К черного Так Ставим Инверсию И Вот Таким Вот Образом Заливаем Давайте Я Перетащу На Темный Участок Чтобы Было Видно Как Выглядит Она Как Видите Вот Таким Вот Образом Помещаем Ее Здесь Дублируем Данную Текстуру Нажимаем Ctrl J Помещаем Ее Здесь Еще Раз Дублируем Помещаем Ее На Место Третьей Лампочки Чуть Чуть Повыше Вот Здесь И Здесь Так И Также Необходимо Добавить С другой Страны Свечения Вот Примерно Таким Образом Также Все Эти Четыре Слоя Объединяем В отдельную Группу Нажимаем Ctrl G И Давайте Дадим Каждой Группе Имя Чтобы В дальнейшем Нам с вами Не Запутаться Первая Группа Это У нас Блики Так Блики Вторая Группа Это У нас Свет И Самая Нижняя Группа Это Снег Отлично Теперь Мы с вами Не запутаемся Движемся Дальше Теперь Создаем Новый Пустой Слой И Немножко Выделим Центр На нашей Композиции Для этого Мы будем Использовать Своеобразную Виньетку Которую Мы нарисуем При помощи Обычной Черной Кисточки С очень Маленькой Прозрачностью Прозрачность Ставим 15% Нажим Также Примерно На 15% Размер Для кисти Берем Побольше Примерно Вот такой И Закрашиваем Края Нашей Композиции Делаем Более Темными Так Персонаж У нас С вами Будет Стоять В центре Поэтому Нам Необходимо Будет Его Выделить Края Для этого Мы Затемняем А Центр У нас Будет Освещен Следим За результатом До и После Так Ну Еще Разок Проходимся И Этого Вполне Достаточно Вот Так Вот Оставляем Теперь Двигаемся Дальше Создаем Новый Корректирующий Слой Это у нас Будет Фотофильтр Его Мы будем Использовать Для того Чтобы Тонировать Наш Снимок Придать Придать Ему Более Холодных Оттенков Выбираем Здесь Холодный Фильтр 82 И Плотность Ставим На 12 Примерно Так Таким Образом Мы Добавляем Больше Холодных Тонов В Нашу Композицию И Делаем Ее Еще Более Зимней Теперь Создаем Объединенную Копию Всех Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Мы Нажимаем И Режим Наложения Верхнего Слоя Ставим Мягкий Свет Таким Образом Мы Добавляем Еще Больше Контраста В Наш Снимок Прозрачность Можно Сейчас Уменьшить Немножко Примерно До 60% И Как Видите Наша Фотография Стала Более Контрастно Ну и Последнее Действие Которое Мы С вами Сделаем В этой Части Видео Урока Это Немножечко Ослабим Тени Добьемся Мы Это При Помощи Корректирующего Слоя Экспозиции Выбираем Его И Перетаскиваем Здесь Немножко Ползунок Сдвиг Правый Угол Таким Образом До Значения 0.0083 Так Можно Немножечко Понять Экспозицию Чтобы Добавить На фотографию Немножко Темноты И Сделать Ее Вечерней Примерно До Значения Минус 0.44 Я думаю Вот Таким Вот Образом Можно Оставить Закрываем Данный Корректирующий Слой И Вот Таким Вот Образом Выглядит Наша Фотография На Данном Этапе Первая Часть Нашего С вами Видео Урока Подошла К концу Мы С вами Подготовили Фон На который Будем Вставлять Во второй Части Нашего Персонажа Вторая Часть Данного Видео Урока Вам Придет Завтра Я Специально Еще раз Повторяю Разбил Данное Видео На две Части Чтобы У вас Не Перемешалось Все В голове Не образовалась Каша И вы Могли Все Детально Разобрать И Понять Суть Нашей Работы Ну что Ж В данном Уроке Все Всем Надоело Быть Чайником В Фотошопе Получите Бесплатный Базовый Курс Фотошоп Античайник Жмите На кнопку Получить Курс Продолжение следует